Многие огородники любят и выращивают кукурузу. Я не исключение. Действительно, кукуруза это замечательное растение. Растет хорошо, даже есть сорта, которые в самой сложной местности дают неплохие урожаи. Ну а початки у кукурузы очень вкусные, поэтому всегда приятно ими полакомиться. И даже сделать заготовки на зиму. Много лет назад, как и многие другие любители кукурузы, я готовил кукурузу самым простым способом. То есть, просто брал початок и уже его отваривал в подсоленной воде, ну или еще каким-то способом. И потом уже кукуруза использовалась. Казалось, все довольно вкусно. Это было до тех пор, пока однажды, читая детектив Рекса Стаута про знаменитого гурмана-сыщика Нира Вольфа, я случайно наткнулся на его рецепт запекания кукурузы в духовке, в собственных листях. Попробовал, и вот с тех пор, уже не один десяток лет, я готовлю кукурузу только так. Это оказался очень удачный способ. Готовить кукурузу так очень просто, и получается она очень вкусная. Ну, во всяком случае, лучше кукурузы я не пробовал. Как готовить кукурузу, запекая листья в духовке? Делать это очень просто. Однако, некоторые тонкости есть. Конечно, важно брать хороший сорт кукурузы. Ну, например, такие сладкие сорта кукурузы, как тройная сладость. Я постоянно ее выращиваю, хорошо себя показала. В этом сезоне пробую еще два новых сорта. Это кубанская консервная, сорт былина. Они сейчас уже поспели, и тоже показывают себя неплохо. Это может каждый попробовать разные сорта, и выбрать для себя наилучший. Это первое. Надо брать хороший сорт кукурузы. Во-вторых, желательно использовать початки, зерна в которых достигли молочно-восковой спелости. Ну, вот примерно такие я чуть-чуть разверну. Вот видно, они чуть-чуть желтоватые. Это как раз та самая кондиция зерен, которая очень хорошо потом идет в пищу. Если кто сомневается, поспел или кукуруза, можно немножечко вот так вот развернуть. Хотя есть и дополнительные признаки. Вот засыхают хвостики. Ну, и вот так вот развернуть, посмотреть, ничего страшного нет. Потом кукуруза вполне будет пригодна. Просто вот так ее назад. Листики вернуть, и можно срезать и использовать. То есть, берем початки молочно-восковой спелости. Это второе. И третье, может быть, не самое главное, но тоже довольно важное условие, что желательно брать и использовать срезанные початки. Конечно, мы, может быть, не такие гурманы, как Нировольф. Тот просто отказывался использовать кукурузу, которая пролежала несколько часов. Но, во всяком случае, свежая кукуруза однозначно лучше. Вот другой сорт кукурузы. Это, к слову сказать, былина. Тоже готова. Сейчас будем срезать. Но поскольку возможность использовать свежую срезанную кукурузу есть, то сейчас буду срезать кукурузку и сразу запекать в духовке. Итак, срезаю. Вот для срезки кукурузы я использую секатор. Это довольно удобно. И початки просто срезаю. Вот такой початочек кукурузы. Видно, что зернышки вполне нормальные. В этом сезоне из-за погоды початки не очень крупные. Но, однако, они налитые. Зернышки в них есть. И, я думаю, вкус от этого ничуть не пострадает. И вот эти простые три условия позволят получить хороший результат после приготовления кукурузы этим способом. Итак, нарезал необходимое количество початков кукурузы. Вот сложил в коробочку. И сейчас буду запекать. Если нет возможности сразу использовать, то, конечно, кукуруза может и полежать несколько дней. Хотя, повторюсь, свежесрезанная кукуруза все-таки вкуснее. Срезанные початки немного очищаю от листиков. Ну, самые, которые сверху мешаются. Отрезаю хвостики, где мешаются. И укладываю початки на лист, который будет отправлен в духовку. Кукуруза не крупная, повторюсь. Поэтому вот пять початков вошло на небольшой листик. Духовка у меня маленькая, портативная на даче. Но справляется со своей задачей отлично. Все, можно кукурузу отправлять в духовку. Ничего страшного, что листья сверху кукурузы. Никак ни водой поливать, ни чем-то посыпать, как некоторые спрашивают, не надо. Достаточно того, что кукуруза будет запекаться в собственном соку под слоем листьев. Кукуруза отправляется в духовку. Время запекания составляет примерно около одного часа. Это еще зависит от духовки. Ну, у меня духовка специфическая. Поэтому как раз здесь время один час. Хотя дома я запекаю в духовке примерно 50 минут. Температура запекания тоже подбирается индивидуально. Ну, около 200 градусов. Этого вполне достаточно. Итак, параметры примерно такие. Температура запекания около 200 градусов. И время запекания 1 час. Ну, а потом, по ходу дела, можно это корректировать. В любом случае кукуруза не будет испорчена. Она не подгорит, если кто опасается. А будет в собственном соку очень вкусная. Процесс пошел. Кукуруза запекается. После того, как час пролетел, кукурузку достаю из духовки. Вот так она выглядит. Ничуть не подгорела. Только немного сверху подсохли листочки. Теперь можно ее разворачивать. Вот видно, порог еще от нее идет. Запах специфический кукурузки. Видно, что кукуруза запеклась. Здесь у меня разные сорта. Что теперь можно делать? Теперь кукуруза очищается от листиков. И можно ее сразу кушать. Кушать ее можно как просто с солью. Можно с разными специями. Можно с маслом. Ну, кто как любит. Дело в том, что в любом случае вот такая кукуруза очень вкусная. Но это еще не все. Вот такую кукурузу можно остудить. И потом уже зернышки вот эти вот отшелушить. И после этого отправить на заморозку. Получается просто замечательный полуфабрикат. И зимой, достав из морозильника вот такую замороженную кукурузу, ее с большим успехом можно использовать для разных блюд. Как бы то ни было, этот способ запекания кукурузы в духовке очень мне понравился. Уже много лет кукурузу мы не варим, только запекаем. И здесь на даче в маленькой духовке, и дома в большой стационарной духовке. Но кукуруза запеченная в листьях всегда получается очень хорошая. Ну, а кукуруза, повторюсь, в очередной раз замечательное растение. Зернышки в початках очень вкусные и полезные. Поэтому советую всем выращивать кукурузу. И попробовать вот такой способ ее приготовления, запекания в духовке. Способ очень простой, но получается очень вкусно. Попробуйте, не пожалеете. Попробуйте, не пожалеете.